шаббат шалом дорогие ребята очень рад встречи с вами кто меня не знает я давид наша команда подготовила для вас друзья очень интересную передачу но прежде давайте помолимся дорогой наш господь мы благодарны тебе всевышний за этот шаббат за эту встречу благословляем твое святое имя за все господь благодарим тебя и славим аминь шаббат шалом дорогие ребята с вами сегодня женя давайте переместимся в египет и поищем нашего знакомого египетский дворец фараона в котором жил маше какой это был дворец историки описали жизнь фараона египта по древним палеткам палетка это тонкая каменная плитка с рельефными изображениями по этим изображениям можно понять что дворцы фараонов были прямоугольной формы с большими тронными залами и другими большими комнатами дворец был окружен огромным садом а внешне крепостной стеной с множеством башен настоящий дворец замок у нашего маши не было ни в чем нужды он носил самые лучшие одежды и учили его самые лучшие учителя он вырос и не нуждался больше в опеке однажды гуляя вне дворца маши увидел как один египтянин надсмотрщик избивает еврея и он заступился за еврея потому что маши был евреем они египтянином и всегда любил свой народ так заступился что убил египтянина и закопал его в песок маши поступил неправильно и нельзя было так поступать но любовь к своему народу и боль за то что его народ в рабстве были сильнее мудрости на следующий день маши прогуливался и увидел двух евреев которые сильно ругались между собой он подошел к ним и сказал одному из них зачем вы обижаете друг друга вы же братья на что ему ответили а ты кто такой что ты указываешь мне или ты хочешь меня убить как убил того египтянина маши услышав это понял что все знают о его поступки узнал и фараон конечно же фараон приказал убить маши маши убегает из египта и бежит так далеко и так долго что пока не почувствовал себя в безопасности не остановился а остановился он в земле мадианской маши устал и очень хотел пить посмотрел по сторонам маши увидел стадо овец возле колодца которые привели девушки которые черпали воду чтобы напоить овец вдруг другие пастухи пришли и стали отгонять девушек чтобы напоить своих овец маши заступился за девушек и не позволил наглым пастухам их обидеть девушки напоили своих овец и пошли домой зайдя в дом они рассказали отцу о том что с ними произошло отец сказал идите и позовите к нам этого хорошего человека когда маше пришел к ним в дом он понравился всем в этой семье и остался там жить а через некоторое время он женился на одной из девушек этой семьи ее звали сепфора шалом ребята с вами тимофей продолжаем наш рассказ в один из дней как обычно моисей пошел пасти стадо пришел греха рей моисей моисей не подходи сюда с ними обувь твою с ног твоих ибо место на котором ты стоишь земля святая я бог отца твоего услышав эти слова моисей закрыл свое лицо руками и внимательно слушал я увидел страдание народа моего в египте и иду избавлять его от рук египтян и так пойди я пошлю тебя к фараону выведи из египта народ мой маше очень испугался сказал богу кто я чтобы мне идти к фараону и вывести из египта сынов израилевых господь видя его смущение говорит маше я буду с тобой эти слова ободрали моисея и он спасил что мне сказать когда народ будет спрашивать кто меня послал на вкус моисея ответил бог я есть сущий а если они не поверят мне и не послушать голоса моего и скажут не явился тебе господь сомневался маше тогда бог дает силу маше совершать великие чудеса он говорит маше что у тебя в руке маше говорит жезл господь сказал бось его на землю маше бросил жезл а жезл превратился в змея маше испугался и побежал от него бог вернул его и сказал взять из змея за хвост маше послушал бога взял змея за хвост и змей опять превратился в жезл бог сказал это для того чтобы поверили тебе что явился тебе господь но если не поверить то покажи еще одно чудо и тогда бог повелел моисею положить руку твою к себе в пазуху маше послушал бога и положил руку за пазуху как а когда он ее вытащил то рука была вся в показе показ неизлечимая болезнь маше еще больше испугался господь повелел ему положить опять руку твою к себе в пазуху маисе исполнил это повеление и когда он вытащил руку то то она была чистой и здоровой как и прежде такое чудо мог совершить только бог ого ребята я бы хотел видеть сразу столько чудес но не уверен что хотел бы один идти к фараону я понимаю маши как ему было страшно бог это тоже понимал господь продолжает говорить с маши если не поверят первому и второму чуду то покажи им третье чудо возьми воду из реки и вылей на сушу и вода превратится в кровь наверное ребята маши думал да а если все равно не поверят выгонят меня не послушают меня будут смеяться надо мной я плохо разговариваю я красноязычен почти прокричал маши бог отвечает ему кто отдал уста человеку кто делает немым или глухим или зрячим или слепым и я ли господь и так пойди и я буду при устах твоих и научу тебя что говорить маши продолжает сопротивляться и уже умоляет бога господи пошли другого кого можешь послать тогда бог сказал разве нет у тебя брата аарона я знаю что он может говорить и он будет говорить вместо тебя к народу жезл возьми в руку твою им ты будешь творить чудеса маши больше не сопротивлялся богу он согласился с богом он согласился выполнить свое призвание вывести народ израильский из египта ребята на следующий шаббат обязательно подключайтесь к нам к онлайн трансляции и вместе с маши последуем во дворец злому фараону будет очень интересно я вам обещаю шаббат шалом до следующей встречи шалом хаверим мы с вами продолжаем изучать иврит и сегодня у нас четыре буквы по плану но для начала мы вспомним все буквы которые мы с вами уже изучили первая буква алфавита буква алиф дальше идет бет буква гимель буква далит две буквы которые мы выучили в прошлый раз это буква хей и буква вав и сегодня у нас еще четыре буквы эта буква заин хэт тет и самая маленькая буква вы врите ют сейчас я их подпишу чтоб вы не забыли и так повторяем первая буква альф алфавита буква алфавита буква алиф вторая буква бет буква гимель далит дальше хей вав заин хэт тет и ют и так попробуем повторить алиф бет гимель далит хей вав заин хэт тет ют и сегодня мы выучим с вами вот эти вот четыре буквы поехали давайте попробуем написать буква заин как гимель только в обратную сторону печатный вариант очень напоминает букву вав раз и тут вот маленькая такая черточка заин еще раз напомню что называется заин и дает звук за и так следующая буква хэт хэт также очень похожи у нас на какую букву на букву хэй есть небольшая разница здесь черточка не доводится доверху, а здесь соприкасаются, как русская буква П. Итак, буква ХЭТ. Прописной и печатный вариант не сильно отличаются. Печатный более такой жесткий. Буква ХЭТ и дает традиционный звук Х, такой же практически, как в русском языке. И еще две буквы. Буква ТЭТ. Печатный и письменный вариант мало отличаются. Дает звук Т. И буква ЮТ, что печатная, что пропись очень похожа. Отличий очень мало. ЮТ, звук Ю. Дома взять тетрадь, или это можно сделать прямо сейчас, ручку, и прописать себе в ряд несколько раз. И повторять. ЗАИН, ХЭТ, ТЭТ, ЮТ. И четыре слова на сегодня. Итак, первое слово ТОВ. Как вы помните, это хорошо. Итак, мы можем ответить на два вопроса. МАНИШМА или МАХАДАШ. Как дела? Второе слово. ЗАХАВ. Переводится как золото. Проговариваем буквы. ЗАИН, ХЭЙ, ВЭТ. Помним, да, что с точкой это будет БЭТ, а без точки ВЭТ. ЗАХАВ. Золото. Третье слово. Проговариваем буквы. ЮТ, ХЭЙ, ВАВ. Здесь у нас звук У, ДАЛИТ, ХЭЙ. Соответственно, здесь у нас будет Е, здесь У, здесь А. Пробуем прочитать. Е-ГУ-ДА. И два варианта перевода. Иудея и также имя Иуда. И последнее слово, аналогично предыдущему. ЮТ, ХЭЙ, ВАВ, ДАЛИТ, ЮТ. В конце будет звук И, а здесь также Е, У. Е-ГУ-ДИ. Иудей. Пробуем еще раз прочитать по буквам. ТЭТ. ВАВ с точкой вверху будет звук О и ВЭТ. Читаем, как ТОВ переводится хорошо. Второе слово. ЗАИН, ХЭЙ, ВЭТ. ЗАХАВ. Золото. Третье слово. ЮТ, ХЭЙ, ВАВ с точкой сбоку У, ДАЛИТ, ХЭЙ. Е-ГУ-ДА. И четвертое слово. ЮТ, ХЭЙ, ВАВ с точкой сбоку У, ДАЛИТ, ЮТ. Е-ГУ-ДИ. И давайте еще раз повторим все буквы. АЛИТ, ВЭТ, ГИМЕЛЬ, ДАЛИТ. ХЭЙ, ВАВ, ЗАИН, ХЭТ, ТЭТЮТ. Дома обязательно пробуйте проговаривать и повторять уже без подписей. А я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Лейтро от. Всем привет, ребята. И меня зовут Ева. И сегодня мы будем делать горящий куст Моисея. И для этого нам понадобится клей, ножницы, папирусная бумага тоненькая и пакет для ланча. Для начала мы должны обрезать веточки, не доходя до конца. У меня получилось вот так. Потом мы должны взять вот так вот веточки и закрутить вот так вот наш корпус. И при том поддерживая, чтобы он стоял. И мы его так вот разделили. И теперь нам вот эти вот веточки нужно закрутить. Теперь у нас получился вот такой вот кустик. И теперь нам нужно взять папирусную бумагу, нарезать. И чтобы у нас огонь получился красивее, то мы должны взять, вначале желтый, разрезать по-ровному и по-длинненькому, потому что желтый должен быть самым большим. Потом мы должны так вот скласть его. И можно взять еще капельку клея. И так же приклеиваем. Вот так вот. И так продолжаем дальше. Это будет очень красивый куст, который напомнит историю Моисея. Ребята, вы когда-то видели, что пламя только желтое. Поэтому нам уж нужен оранжевый, а потом и красный. И оранжевый мы также нарезаем, но оранжевым должно быть немножко меньше. Его делаем так же, как мы делали желтый. А теперь нам нужен красный цвет. Вот такой вот он должен еще меньше быть. Потому что красного мы видим меньше всего в огне. И так же делаем, как мы и делали наши все остальные огни. У меня получается вот так вот. Вот такая красота у нас получилась. Вот такой вот куст у нас получился. Горящий куст Моисея. Ребята, пожалуйста, присылайте тоже такие поделки. Присылайте ваши фоточки с вашими поделками вайбер. У вас все получится. Но если у вас не получилось, то попросите помощи у мамы или у папы. Всем пока. Та ба шалом, ребята. С вами сегодня Эмиль и ваша любимая викторина. И вы, наверное, меня спросите, почему я сегодня такой радостный и подвижный. Да потому что наша шестнедельная викторина заканчивается, и мы знаем, кто победитель. А победитель у нас... Узнаете в следующую субботу. Но пока наши вопросы. Поехали! Первый вопрос. Как называлась земля, в которую убежал Маше? Земля самарийская, филистимская или мадиамская? Второй вопрос. Как звали девушку, на которой женился Маше? Сепфора, Азенет или Субира? Третий вопрос. Что горело и не сгорало? Дерево, куст или все-таки гора? И четвертый, последний вопрос. Для чего Бог послал Маше в Египет? Навестить брата и сестру? Вывести свой народ из рабства? Или свергнуть фараона? Ну все, ребята, на это викторина наша закончилась. Если тебе понравилось это видео, ставь ему лайк. И не забывай присылать свои ответы нам в группу Вайбер. Ну все, пока! Знаете, ребята, я слушал сегодня Женю и Тимофея, и вдруг понял. Не надо бояться, когда призывает Бог. Мне понравилось, как Бог сказал Маше. Я буду с тобой. Часто так бывает в школе или во дворе. Нам как-то стыдно и неудобно. Может страшно сказать, что я верующий. Так вот, сегодня, ребята, я понял, Бог всегда с нами и не оставит нас. Меня очень вдохновляют стихи из Брит Хадаша. Книги к римлянам, 8 глава. Что же сказать на этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдает их. И дальше. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее и ни будущее, ни высота и никакая глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей вешуаха Машиахи. Господи нашим. Ребята, давайте мы с вами будем смелыми и не будем бояться говорить о том, что мы верующие и в кого и в какого сильного Бога мы верим. Всем хорошей субботы. До следующей встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»